завтрак всю ночь пролежал на соломе он даже не подходил к миске хотя чуть-чуть оставалось корма да он сразу прям ко мне ломанулся с двух метров даже услышал да пёсик кубик подожди бедный переживает сейчас я подойду да кого-то кормят а тебя нет кубика тоже кормить пойду ему выдам чуть-чуть корма чуть с голоду не умер да кубик ну что ты поел попил все съел да попозже еще дадим да да я вот не знаю такой худой собаке можно давать симпарику или нет сейчас надо будет ксении написать у нее спросить а то вдруг у него там меня просто на очень крупных собак таблетки меня вот что интересует его зубы они в очень хорошем состоянии на удивление но он он старый то есть вот у него есть седая шерсть тоже не окраска то вот в голове или это окраска может он не такой старый или из дикого леса где зубы не стачиваются или ел всю жизнь кашу да непонятно сейчас давайте я пофотографирую и у ксении спрошу про симпарику только завтрак снимали собаке уже вечер и он уже ужинает да вкусненько по чуть-чуть маленькими порциями ему даю вот но все равно то есть у него там понос туалет ходит да пёс же вкусно вообще нравится тогда артем весь день ему вот будку делал чуть-чуть не успел мы же еще стримили такая будет будочка надо еще найти чем крышу покрыть вот причем ли на 5 царские хоромы мир том считаю что у собачек должны быть очень большие будочки ну вот надо теперь придумать куда ее поставить надо и так чтобы недалеко от нас чтобы мимо проходили постоянно и поскольку это цепная собака он привык ходить в туалет около будки то есть около того места где он лежит вот я не знаю может быть вот сюда ее поставить как-то вот как раз мы будем проходить и ну пусть тут входит в туалет будем убирать но глина мешает вот эта гора потому что опять же здесь верстак здесь артем работает но собака почти глухая то есть ему не будет суммешать артем говорит давай к тому забору так мы так это к нему подходить не будем только вот покормить и все он будет брошенным себя чувствовать надо думать еще полу будочки чтобы чего-то кушать что он слышит немножко иди иди кушай что такое да тебя гладить надо что ты первые звуки издаешь на мисочку он уже узнает радуется хоть какие-то эмоции появились кроме испуга да собачинка рекс тебя рек зовут что ли рекс мухтар шарик шарик было же ведь у него имя то какое то да все клещи от него отваливаются сами уже сдохли все симпарика начала действовать да водичка здесь иди сюда иди вот вода вот вода ага пей пей нет тебе гладить все все что ты там у себя в руку слышишь ммм да да так хорошо такой тощий просто ну ничего отъесть скажи я отъемся клещи все дохлые вот их даже дергать не надо они уже отцепились Накидает нам тут кучу дохлых плесей. Всё, молодец. Наверное, чешешься весь, да? Ладно, надо идти делать. Ты погулять сейчас? Пойдём погуляем. Дождик начался. Он взял и из ошейника вылез и пошёл ходить. Пришлось ещё дырку на ошейнике делать. Пока временно так. Ну что, ты будешь заходить туда? До корма? Проводи его. Пойдём, иди сюда. Давай, давай, давай. Иди, вон, лезь. Нет. Но он найдёт потом. Он же залезал под эту, под веранду. Ой, под дом. Куда-то хочет идти, он что-то там услышал. Туго стало? Ничего не туго, нормально. Да нормально, есть место, всё хорошо. Что ты болтаться начал? Силы почуял? Ладно, пойду заканчивать дела. Он разберётся, я думаю, сейчас, если уйдём. Ну чего-то, сева. Сева. Я уже давно не видела сову в другом положении, кроме как вот в таком. Держи. Хожу, приношу ей всякое. Да? Еду всякую. Нормально всё? Да? Не бесит тебе? Не бесит. Угу. Ветер, дождь. Всё. Ёлочку. Угу. Да-да. Сова. Ну всё, молодец. Пойду проверю, что там у собаки второй. Как дела. Специально не шумлю, чтобы он не выходил. А потом будет опять маяться туда-сюда. Сидит там на соломе. И хорошо. Ты уже что, съел копытца? Нет? Ты чего? А что такое? Кушай, ты чего? Копытца твоё, да. Никто не забирает. Да? Да. Да. Молодец. Никто не претендует. Кушай, кушай. Можно? Вкусно. Чё вот? Вкусно? Ковидно. Ой. И погладиться, скажи, хочется, да? И копытца съесть. Ну, а что делать, скажи? Иди кушай. Ночень, скажи, беспокойно. Луна. Вот так вот выглядит. Продолжение следует...